Шестая глава Книги Пророка Иеремии Бегите, дети Вениаминовы, из среды Иерусалима, и в Фикое трубите трубою, и дайте знать огнем, вбев в Кареме, ибо от севера появляется беда и великая гибель. Разорю я дочь Сиона, красивую и изнеженную. Пастухи со своими стадами придут к ней, раскинут палатки вокруг нее, каждый будет пасти свой участок. Приготовляйте против нее войну, вставайте и пойдем в полдень, горе нам, день уже склоняется, распростираются вечерние тени. Вставайте, пойдем и ночью, и разорим чертоги ее. Ибо так, говорит Господь Саваоф, рубите деревья и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло, в нем слышно насилие и грабительство, перед лицом моим всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, чтоб я не сделал тебя пустынею, землей необитаемою. Так, говорит Господь Саваоф, до конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины. К кому мне говорить? И кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господнюю, не могу держать ее в себе, и залью ее на детей на улице и на собрание юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета. И дома их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей сей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так, говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И поставил я сторожей над вами, сказав, слушайте звук отрубы. Но они сказали, не будем слушать. Итак, слушайте народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне. Посему так, говорит Господь, вот я полагаю пред народом сим преткновения, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Так, говорит Господь, вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли. Держат в руках лук и копье. Они жестоки и немилосерды. Голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона. Мы услышали весть о них, и руки у нас опустились, скорбь объяла нас, муки, как женщину в родах. Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей — ужас со всех сторон. Дочь народа моего, опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом, сокрушайся, как бы о смерти единственного сына, горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель. Башнею поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Все они упорные отступники, живут клеветою. Это медь и железо. Все они развратители. Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их. Продолжение следует...